Эту дорогу давно ждали местные жители. В деревне Юрово население, конечно, не такое многочисленное, как в других наибольших поселениях района. И тем не менее, они занимают активную позицию. Мы очень долго ее ждали, потому что невозможно было. Весной у нас вообще не пройти, не проехать. У нас лужи такие, ни дети, никто не могут выйти. Вот я говорю, еще нам бы к нашему 17-му и 18-му дому сделали бы дорогу. Вообще хорошо. А так мы очень благодарны. Мы за нее голосовали. За ремонт. Да, сейчас мы находимся на улице Полевой, сельское поселение Кузнецовское. Данная дорога ремонтируется за счет субсидий бюджета Московской области. Как жительница сказала, что они за нее голосовали. Ну и глава поселения Кузнецовского давал нам эту дорогу в план. Несмотря на статус деревенской дороги, на нее приходится немалая нагрузка. Здесь проживает много семей с детьми. Обновленная дорога позволит беспрепятственно по ровному покрытию возить ребят в учебное учреждение. А еще за пределами населенного пункта располагается и свиноферма. Здесь была неправильная дорога. Мы ее градировали, мы ее содержали, но пришла уже в неводность. То есть покрытие давно не ремонтировалось. Сейчас ведется ремонт этой дороги. Здесь всего 400 метров. Асфальтовое покрытие будет шириной 6 метров. На данный момент уложен нижний слой, то есть выравнивающий покрытие из асфальта бетона. Сегодня, я надеюсь, мы закончим и положим верхний слой, и дорога будет в нормативном состоянии. Я живу здесь с самого рождения. Очень ждали давно эту дорогу. Мы очень рады, что нам такую большую, огромную дорогу делают в два ряда. Спасибо большое. Для надлежащей укладки асфальта по всем ГОСТам необходима недельная работа. Планировали завершить на прошлой неделе, но погодные условия нарушили намеченные планы. Была подготовка, но единственное, что дожди нам немножко помешали. Подготовили дорогу к выравнивающему слою и пошли дожди. То есть пришлось за новым выводить восстановительную работу. Ну и сейчас погода позволяет, но ничего не мешает закончить. Вот сейчас мы уже уложили выравнивающий слой, выровняли дорогу. А следом, сегодня же мы положим верхний слой асфальт бетона, и будет у них дорога. Срок службы как минимум 10 лет. Вот это вот на камеру можно сказать, что вот эта дорога им прослужит теперь долго. Напомним, что работы ведутся в рамках губернаторской программы. И на ремонт дороги привлечены как муниципальные средства, так и бюджет Московской области. Все работы, которые есть в техническом задании, они фотографируются. Обязательный фотоотчет от всех видов работ. И по площади, и по толщине, по глубине. А потом еще, плюс ко всему, это все вырежут еще, проверят на качество асфальта, по всем параметрам, как положено, на уплотнение, на водонасыщение, на толщину слоя. Потом после этого уже в дорогу войдет, ну то есть примут в эксплуатацию, так скажем, после ремонта. И это еще не все. Когда дорога будет полностью готова, на нее нанесут разметку и установят искусственные неровности в быту, именуемые лежачими полицейскими. Антон Карташов и Марина Миткевич для программы «Городские вести».